Здравствуйте. Почему вы подслушиваете? Удачи желаю. Спасибо большое. Я думаю, что у вас дальше плюсы. Ваши слова дотуда. Только честно, то есть без хитрецы. Без всяких таких сайтов. Я за вас в чемпионате болею. Спасибо. Спасибо. После поражения от калининградского локомотива волейболистки Динамо Акбарс лишились права на ошибку. Для продолжения борьбы команде Решата Гелезудинова было необходимо обыгрывать саратовский «Протон» с любым счетом в заключительном матче группового этапа. А вот в случае победы «Протона» именно команда Юрия Маричева выходила бы в полуфинал. Ответственность за результат перед Динамо Казанью есть всегда, везде и в каких бы местах там не проходил этот финал. Требования к нам всегда максимальные, поэтому и хотим максимального результата. У Динамо Акбарс на площадке появляется сильнейший стартовый состав. Старцева Фабрис, Брисио Федоровцева, Королева Коновалова и Анна Подкопаева на позиции Либер. Сегодня планировались домены и двойные, и каждому хотелось дать поиграть, но хотелось без особых энергозатрат быстро закончить игру и уже ехать готовиться, восстанавливаться. К чести «Протона» саратовская команда и не думала сдаваться. И сразу же включилась в обмен ударами. 12-12. Ну, конечно же, хотели. Мы же приехали сюда не просто так. Каждая команда приехала, чтобы побеждать. В этот момент на подачу вышла Саманта Брисио, которая отподавала так, что хозяйкам удалось создать комфортный задел плюс 5 и лишь увеличить его до конца партии. 25-17. Мы могли бы, конечно, немножко лучше сыграть, но в желании я не могу отказать своим игрокам. Мы, конечно же, в первую очередь хотели заставить ошибаться соперника в приеме. Вот где-то мы выбивали, но надо отдать должное игрокам, нападающим игрокам, которые Казани, которые с высокого мяча довольно-таки хорошо атаковали. Во втором сете ситуация не изменилась. Протон вновь боролся, но лишь до середины сета. После чего Динамо опять же убежало вперед. 25-18. Без явных сбоев провели хорошо. Ну, может, там Протон как-то уже у них, наверное, конец сезона, они все задачи выполнили. Мы сыграли неплохо, ровно, но все равно все как бы в голове игры уже дальнейшие. Третий сет начался с убийственных подач Арины Федоровцевой. Вновь на табло 4-0. А Юрий Маричев вынужден потратить свой второй тайм-аут. Это помогло встряхнуть его команду, которая не отпустила соперниц далеко, но и подобраться ближе двух-трех очков все же не смогла. Самой результативной в составе саратовской команды стала Анастасия Бавыкина, набравшая 13 очков. В составе «Динамо» отмечаем Арину Федоровцеву с 18 очками, у Брисио 16, у Фабрис 13. Плюс серьезное преимущество «Динамо Акбарс» на блоке – 10-1. Все это позволило выиграть третий сет 25-19, а вместе с ним и матч – 3-0. Есть путевка в полуфинал. Очень много было ударов поверх блока, сильных ударов, с которыми мы не справились. То есть наша задача была заставить соперника ошибаться. Где-то нам немножко, ну, может быть, в третьей партии немного так это удалось сделать, в других партиях чуть поменьше. Казань сыграла сегодня очень чисто, и поэтому они и победили. Очень рада, что хороший счет на табло, хороший и счет в партиях, и 3-0. То есть это все равно после двух дней игр, перед следующими двумя днями, да, немножко расстраивает, что в третьем сете расслабились чуть-чуть. То есть потому, что преимущество 4-0 в начале партии, которые сделали за дел, потеряли. Но радует, что игра прошла сегодня очень достойно. 1 апреля в финале 6-ти день свободный от игр. А уже 2-го числа пройдут сразу три интересных матча. В 13 часов игра за 5-е место. Протон против Менчанки. В 16 часов Локомотив сразится с Уралочкой НТМК в первом полуфинале. А в 19 часов нас с вами ждет классическое противостояние для женского чемпионата России. Динамовское дерби. Казань против Москвы. К финалу подошли все в очень хорошей форме. То есть Калининград подошел в лучшей форме, чем мы играли с ними дома. И Москва тоже, я думаю, сделала вообще грандиозные выводы после домашней нашей игры. Действительно очень сбалансированные, сильные, настроенные. Потому что это финал, осталось две игры. То есть не на что экономить. Будет борьба в каждой игре, в каждом матче. Посмотрим. Еще раз. 2 апреля в 19 часов по московскому времени. Мы приглашаем вас в центр волейбола на решающие матчи чемпионата страны. В которых для казанского Динамо Акбарс будет невероятно важна ваша поддержка. Подписывайтесь на Динамо ТВ. Подписывайтесь на Динамо ТВ.